Изношенные сети, низкое напряжение и старые трансформаторы. Жители микрорайона Загородный в Махачкале вот уже десяток лет не могут решить проблемы с электроснабжением. Наша съемочная бригада с представителями Общероссийского народного фронта накануне выехала на место и попыталась выяснить, почему вопрос так долго игнорируется. Слово Патимат Ханаповой. Более 35 лет мы здесь живем. Государство абсолютно ноль, ничего не обращают. Мы сами стоим. Видите, все сгнили, уже лет 40 им этим столбам. Микрорайон Загородный буквально превратился в темное царство. Жители уже несколько лет живут с тусклыми лампочками и еле работающей бытовой техникой. Вино всему слабое напряжение в сети. По вечерам оно едва доходит до 140 вольт. Вечером, днем в стиральной машине не работает. Ничего не работает. А вы за электричество платите? Вот и мы покажем документы, питанцы, все. Бесполезно, ничего не действует. А у вас часто отключают свет? Расскажите, какие-то время возникают с того же... Месяц, наверное, 20, наверное, минимум. Вот так. По 4-5 часов не бывает свет. Особенно, когда прохладно. Администрация поселка поясняет. Старые сети оказались не готовы к возрастающей нагрузке. Население увеличивается. Если 20 лет назад здесь проживало более 100 семей, то теперь население микрорайона превысило отметку в 2,5 тысяч жителей. Имеется решение суда. Нам что нужно? Нам нужно поставить трансформатор 630 мощностью и установить линию электропередачи 80 столбов. Ну, над этим работают. Ее, наверное, и давно сделали бы. Все проблемы с финансовым затруднением города. Сумма где-то около 8 миллионов 300. Что все исправить? Да, да. Все это положение исправить. 8 миллионов 300 тысяч. Жители администрации поселка пытаются добиться решения проблемы уже 17 лет. Три года назад даже выиграли с суда. Однако обращения в разные инстанции пока ни к чему не привели. Но представители Россети отмечают, что с 1 июля линии начнут переводить на баланс компании. Которые на нашем балансе, абоненты, мы их обслуживаем. 150 метров у нас есть вот здесь, мы их обслуживаем. И у них 220 тоже есть, все нормально у них. А вот это, которые бесходные сети, вот сейчас здесь у нас общие. Мы хотим его полностью на свой баланс взять. И вот тогда, когда по Бухкатери она у нас будет идти, когда она будет на нашем балансе, мы будем точно в наших силах делать, чтобы у них было это все. Решение, казалось бы, найдено. Но будет ли оно реализовано, это совсем другая история. В свою очередь, представители Общероссийского народного фронта обещают контролировать процесс. Нам очень интересно, как повелась себя прокуратура, так как они, жильцы говорят, что обращались по неисполнению и прокуратуру. Прокуратура, так же говоря, занимается отписками. Нам очень интересно, на каком основании и как они мотивировали свой отказ в возбуждении уголовного дела в отношении исполнительного производства. Патимат Ханабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.